Сура 54. Луна. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Приблизился час, начало судного дня стало ещё ближе, и раскололась луна на две части. Когда многобожники попросили посланника Аллаха, чтобы он показал им чудо, он обратился с мольбой к Аллаху, и всемогущий Господь показал это чудо. А если они, многобожники, видят какое-либо знамение, доказательство того, что Мухаммад является истинным посланником Аллаха, то отворачиваются от истинной веры и говорят после того, как увидят явное доказательство. Это колдовство длительное, сильное и убедительное. И отвергли они посланника Аллаха, и не уверовали в могущество Аллаха, и последовали за своими прихотями, которые сатана им разукрасил, но каждое дело творения, как благое, так и плохое, утвердится, вернётся к совершившему его, в день суда. Уже пришли к ним, к неверующим курайшитам, вести о предыдущих общинах, которые отвергли своих посланников, и какое наказание их постигло за это, в которых содержится удержание от неверия, которые достаточны для того, чтобы удержаться от неверия. И эти вести являются мудростью, которая достигает свою цель, но не принесли им, неверующим, пользы увещевания. Отвратись же, о посланник, от них. В тот день, в день суда, когда призовёт зовущий ангел к вещи неприятной, к месту стояния, с униженными взорами выйдут они, неверующие, из могил. В своём множестве и движении к месту расчёта, подобно саранче, рассеявшийся, устремляясь к зовущему, ангелу Исрафилу, скажут неверные. «Этот день тяжкий». Отверг, не признал своего посланника до них, до неверующих меканцев, народа пророка Нуха, и они отвергли нашего раба, пророка Нуха, и сказали, «Он одержимый бесами, сумасшедший». И угрожали ему, что они побьют его камнями, если он не прекратит призывать людей к истинной вере. И молил же он, пророк Нух, Господа своего, «Поистине я побеждён, не могу противостоять неверующим. Помоги же мне, не спаслав наказания на этих за их неверие». И мы ответили на его мольбу, и открыли же мы врата неба с водой изливающейся. И вывели мы из земли источники, и встретилась вода с неба и вода с земли по повелению, которое уже было предопределено, чтобы уничтожить неверующих за их неверие. И понесли мы его, пророка Нуха, и тех, кто был с ним, на сделанном из досок и гвоздей ковчеге. И плыл он, ковчег, перед нашими глазами, под нашим взором и охраной, как воздаяние тому, кого отвергли, Нуху. И ведь оставили мы её, историю о наказании неверующих из народа, в котором жил пророк Нух, знаменем, назиданием и указанием на наше могущество. Но найдётся ли хоть один внемлющий увещанием, получающий пользу от этого? И каким же было моё наказание неверующих и увещевание? И я, Аллах, клянусь, что мы облегчили Коран для поминания, для чтения, запоминания, понимания и размышления над ним. Но найдётся ли хоть один внемлющий увещанием этой книги, получающий от этого пользу? Отвергли пророка Худа адиты. И каким же было моё наказание неверующих и увещевание? Поистине мы послали на них, на адитов, холодный, губительный ветер, в день, злосчастье которого продолжалось семь дней и восемь ночей, пока все адиты не погибли. И этот ветер вырывал людей и разрывал их так, что они оставались как стволы, вырванных из земли пальм. И каким же было моё наказание неверующих и увещевание? И я, Аллах, клянусь, что мы облегчили Коран для поминания, для чтения, запоминания, понимания и размышления над ним. Но найдётся ли хоть один внемлющий увещеванием этой книги, получающий от этого пользу? Сочли ложью Самудяне увещание, предостережение от Аллаха. И сказали, неужели за одним человеком из нас все мы последуем? Поистине, в таком случае мы однозначно окажемся в заблуждении и безумии. Неужели напоминание откровения брошено, не спослано лишь ему одному среди нас? О нет, он, Саллих, наглый лжец. Узнают они завтра, когда постигнет их наказание. Кто наглый лжец? Поистине, мы посылаем верблюдицу, которую они сами просили, выведя её из скалы, как чудо и как испытание для них, для Самудян. Повремени же с ними, О Саллих, и будь терпелив в призыве их и в перенесении причиняемых ими обид. И сообщи им, О Саллих, что вода поделена между ними, между твоим народом и верблюдицей. Каждое питьё в своё время. В один день вся вода для верблюдицы, а в другой день вся вода для людей. И воззвали они к своему собрату. Побудили самого злосчастного из них убить верблюдицу. И тот принялся за это дело. И затем перерезал ей поджилки, чтобы свалить её и затем зарезать. И каким же было моё наказание неверующих и увещевание? Поистине, мы послали на них, на Самудян, всего один лишь шум. Громкий звук, который издал ангел Джабриил. И они стали подобными сухой траве строителя загона для скота. И я, Аллах, клянусь, что мы облегчили Коран для поминания, для чтения, запоминания, понимания и размышления над ним. Но найдётся ли хоть один внемлющий, увещеванием этой книги, получающий от этого пользу. Счёл ложным народ пророка Лута увещание, знамение Аллаха. Поистине, мы послали на них ураган, несущий камни, который уничтожил их, кроме семьи Лута. Мы спасли их всех, кроме его жены, в предрассветное время, в конце ночи, по благодеянию от нас. Так воздаём мы тем, кто благодарен, тем, кто уверовал в Аллаха и был ему покорным. И уже он, Лут, увещевал их, свой народ, о нашей хватке, наказании. Но они сомневались в увещеваниях. И уже они настойчиво требовали от него, от Лута, его гостей, которые были ангелами в образе людей, чтобы совершить с ними мерзкое деяние. И мы стёрли их глаза, лишили их зрения. И было сказано им, «Вкусите же моё наказание и увещевание». И уже утром постигло их, погрязших в мерзком грехе, утвердившееся наказание, от которого они погибли, и которое будет сопровождать их вечно. И было сказано им, «Вкусите же моё наказание и увещание». И я, Аллах, клянусь, что мы облегчили Коран для поминания, для чтения, запоминания, понимания и размышления над ним. Но найдётся ли хоть один внемлющий увещеванием этой книги, получающий от этого пользу? И ведь раньше приходили к сборищу фараона, его последователям и его народу, увещевания, предупреждения о том, что их постигнет наказание Аллаха, если они не уверуют. Они сочли ложью все наши знамения, которые доказывали наше могущество и истинность посланных к ним пророков. И мы схватили, наказали их хваткой величественного и могущего Аллаха. Разве ваши неверующие, о курайшиты, лучше, чем вот те, которые были наказаны гибелью за своё неверие? Или у вас есть охранная грамота о том, что Аллах не накажет вас в писаниях, которые были неспосланы пророком? Или же они, неверующие мекканцы, скажут, «Мы едины и непобедимы». Вскоре будет разгромлено это сборище неверующих курайшитов, верующими, и повернут они неверующий тыл. И это произошло в битве при Бадре. Но час наступления дня суда является обещанным им сроком, когда они получат полагающееся воздаяние. И час день суда ужаснее и горче, чем то наказание, которое они получили при Бадре. Поистине бунтари-многобожники пребывают в заблуждении в этом мире и пылу адского огня в тот день, в день суда, когда потащат их в огонь, в ад на их лицах. И будет сказано им, «Вкусите прикосновение преисподней ада». Поистине, мы каждую вещь все сотворили по предопределению, еще до создания определив, какой она будет, и когда именно будет создано. И обо всем этом было известно Аллаху, еще до сотворения всего, и записано в хранимой скрижали. И повеление наше, когда мы желаем что-либо создать или чтобы оно произошло, лишь одно, и подобное-то повелению, мгновению ока. Аллах говорит лишь один раз, «Будь». И происходит то, что Он пожелал, без никакого промедления. И ведь уже мы погубили ваши партии, подобных вам окурайшиты, в неверии, которые жили прежде, но найдется ли хоть один внемлющий увещанием, получающий пользу от этого. И каждая вещь, все, что они, их предшественники в неверии, совершали, записано ангелами в писаниях, в книгах деяний. И все малое и великое из их деяний записано, и они увидят эту запись в день суда и получат за это воздаяние. Поистине, остерегающиеся наказания Аллаха окажутся среди райских садов и рек, на сидении правды, где нет пустословия и греховных речей, возле царя могучего Аллаха. Субтитры создавал DimaTorzok